Полируем эпоксидную смолу, шлифуем, полируем. С чего начинать? Я говорю, что все зависит от качества изначальной заливки. Допустим, у меня вот хорошо получилось залить, можно сказать, идеально. Я начинаю шлифовать с 180-го зерна, даже можно с 280-го, с 220-го начать зерна. Прохожусь сначала на сухую, но лучше, наверное, все-таки с водой всем этим делом заниматься. Я немножко ленюсь, какие-то крупные наплывы от смолы сбиваю на сухую, быстренько прохожу на значки. Потом с водой полирую до 600-го зерна или до 1000-го зерна, если я хочу в последующем покрыть ее лаком. Я чаще всего так и делаю, покрываю лаком всю эпоксидную смолу, все столешницы. Если же покрывать лаком вы не планируете, тогда вам нужно полировать смолу до 2000-го, минимум, зерна, чтобы она имела какой-то хороший такой вид, блестящий, стеклянный, наверное, что ли, у смолы. Поэтому после полировки, шлифовки, я еще и полирую. Меня часто спрашивают, какие я использую полироли. Полироли всевозможные бывают, но на самом деле и шкурки, и полироли, и шлифовальные всякие диски я покупаю в автозапчастях. Особенно в профессиональных магазинах для автомаляров, у них там все есть, и парни, если кому-то реально что-то там нужно, с ними легко посоветоваться, они вам прям подскажут по поводу ваших каких-то нужд или потребностей в работе. Я покупаю полироли очень классный вразвес, допустим, взял сейчас попробовать один из наименований, допустим, зачем мне покупать целую большую тубу килограммовую, я лучше вот взял, попробовал наразвес там 300 рублей, уже испробовал классный полироль. Поэтому, друзья, если вам что-то нужно, то все в основном, все вот эти расходники чаще всего можно купить в автозапчастях или в магазинах для автомаляров. Всем хорошего настроения, друзья, и будьте добрее!